Иероним Санахсарский приобрел свою известность после того, как сбылись некоторые из его предсказаний. Старец утверждал, что коммунистической идеологии в России придет конец, что Николай II и царская семья, которых расстреляли большевики, будут канонизированы. Как вспоминают современники, Иероним был добрым и отзывчивым пастырем. Он разделял с прихожанами все их радости и печали и имел дар утешения. Это такая сторона духовной жизни, когда человек воплощает в себе евангельские идеалы. Поэтому весь народ к нему стремится. И это не только внешние какие-то, внешние формы поведения. Это та любовь, о которой говорил Христос, которая побеждает весь мир. Участникам клуба любительской православной книги и гостям вечера рассказали о последних днях жизни Иеронима Санахсарского. О том, как он боролся с тяжелой болезнью, но продолжал нести прихожанам монастыря Божье Слово. Одним словом, это невозможно высказать. Человек, ну сказать с большой буквы, ничего не сказать. Удивительный тоже. Вкратце не расскажешь. Нужна некая полнота или несколько минут, чтобы открыть в какую-то сторону его жизни. Это не одна сторона. Он достаточно многогранен. Рассказ о знаменитом старце нашел большой отклик у собравшихся. Организаторы клуба любителей православной книги надеются, что подобные встречи станут доброй традицией. Кирилл Васинин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24.